В выходные в нашем городе будет жара и речь совсем не о погоде. Так называется фестиваль, который устраивают местные предприниматели и ремесленники. Они обещают, что градус веселья будет на высоте. Площадь 400-летия Тюмени поделится на несколько зон. Здесь пройдут иголка-маркет, фестиваль кофе, различные мастер-классы и выступления звезд. Жара затянется на два дня. Площадки планируют работать практически до заката. А тем, кто жаждет приключений, стоит отправиться на озеро Андреевское. Там пройдут армейские игры. Команды-участники будут спускаться с условного вертолета, пробираться по мосту через горящие препятствия и даже штурмовать здание. В общем, зрелище будет то, что надо, да и места хватит всем. Парковка в районе боевых действий рассчитана на тысячу машин. Ярко отпразднуют в эти выходные день молодежи. Горожан приглашают на фестиваль фотографии, сходить на йога-тренировку под открытым небом или насладиться музыкой на романтическом фесте. Все эти мероприятия, кстати, абсолютно бесплатные. Не менее насыщенная развлекательная программа ожидает жителей Тобольска. В эти выходные там отпразднуют День города. Вечером на главной сцене выступит Митя Фомин. А вот в Елутровск приедет Стас Костюшкин. И не случайно завтра город тоже празднует. День рождения ему исполнится 360 лет. Организаторы юбилея решили удивить горожан и провести парад однофамильцев, первопоселенцев Елутровска. Интересно, кто они, Гилёвы и Ульяновы нашего времени? Идея оживить историю города и наполнить новыми традициями пришла среди сотен книг директору местной библиотеки Ирине Коренёвой. Сначала она взялась сосчитать, сколько возможных потомков Гилёва и Ульянова живет в Елутровске. Оказалось, более трех сотен. После решила собрать их вместе. Идею поддержали организаторы праздника Дня города. Я думаю, что такой интересный пласт мы поднимаем, оживляем героев. Мы оживляем родословную фамилию, оживляем. И я думаю, что это только начало. Своё участие в необычной акции подтвердили десятки семей Гилёвых и Ульяновых. А на пробной встрече однофамильцев тут же сроднили. Необычная история и совпадение. Когда мы были маленькие, мы думали, что это памятник нашим папам. Когда однофамильцы подросли, то узнали, кто на самом деле эти исторические личности. Они были простыми крестьянами, их отправили искать землю. И они нашли город и окружки, основали его. Валентина Гилёва вместе с мужем историю рода собирала по крупицам. Целых 20 лет корни ушли настолько глубоко, что обойти пришлось десятки архивов. За некоторыми справками женщина даже в Тобольск ездила. Зато теперь вся история их семьи оформлена в родовой книге. Здесь вот что интересно из истории, это что в 70-х годах 17 века корни Гилёвых нашего рода начались из Хохлова, из деревни Хохлова. Туда приехали две богатые семьи, Хохлова и Гилёвых. И вот там были две деревни, Хохлова и Гилёва. Потом эти деревни слились, единое. И название, как по легенде гласит, что у кого у первого родится сын, так и будет называться. Тогда удача повернулась лицом к Хохловым, но Гилёвы тоже оказались не лыком шиты. Так просто былой славе предков кануть в лету не дают и сегодня. Я подумала, а вдруг мы найдём ещё родственников каких-то. Может быть, кто-то ведь тоже родословные пишет. Известного было мало, что вот те родственники, которые остались живы, мы с ними общались. В эти выходные колонна Гилёвых и Ульяновых пройдёт по центральной улице Елутровска. А после они сделают общее фото у памятника первопоселенцам. Мы будем рады, если нашу идею кто-то возьмёт за основу. И тоже, значит, так интересно подойдёт празднование какого-то события важного для территории. Но мы были первыми. Однофамильцы Гилёвы и Ульяновы на следующий год уже договорились встретиться на этом же месте и в этот же день. День города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова